Каждый месяц губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит личный прием граждан. На встречу главе региона приезжают люди из различных районов, чтобы рассказать о том, что их в первую очередь волнует. В эту пятницу речь зашла о газификации благоустройствия мемориала героям Великой Отечественной войны. Впрочем, земляки не только просили помочь в решении тех или иных вопросов, но и благодарили главу региона за уже сделанное. Тему продолжит наш корреспондент. Вот такой памятник в деревне Кашкино Киморского района появился в 1967 году. В низших постаментах размещены мраморные плиты с именами 291 местного жителя, которые не вернулись с полей сражения Великой Отечественной. За 55 лет монумент заметно обветшал. Приехавшая на прием к губернатору Татьяна Игнатьева от имени всех земляков попросила помочь с ремонтом. Сама территория, конечно, пришла в упадок. Нужно заменить плитку у этой площадки, где установлен памятник. Помените ограждение обязательно. Там есть сейчас деревянный штакетник, который уже меняли не один раз. Игорь Рудене отметил, что мемориал включен в соответствующую программу и будет восстановлен к 22 июня. Запланированы работы по замене ограждения, укладка тротуарной плитки, косметический ремонт памятника. Позволю еще главе, ей поставлю задачу, чтобы она лично контролировала. Также в ходе разговора Татьяна Игнатьева выразила благодарность за ремонт шоссе Дубна-Кимры-Горица. В нынешнем году он будет завершен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А председатель колхоза имени Чудова Санковского района Валентина Лебедева обратилась к губернатору с просьбой помочь с газификацией деревни Горка. Это бы значительно уменьшило расходы граждан на отопление. У нас осенне-зимний период, если учесть, например, что уголь там пускай 30 с лишним тысяч надо, дрова пускай там тоже порядка 20 тысяч, но и газовый баллон, который мы покупаем, пускай на три месяца баллон, тоже 1600 стоит баллон, но порядка 50 тысяч в год, наверное, точно обходится. Совсем рядом уже проложен межпоселковый газопровод при Горке-Бережке. И жители, например, соседнего колхоза платят 20 тысяч за весь год, причем в эту сумму входит и теплоснабжение, и все остальное. Для газификации домовладения в деревне Горка необходимо проложить разводящие сети по населенному пункту протяженностью 3 километра. Губернатор заверил, что объект уже включен в адресную инвестиционную программу на текущий год. Разработана проектная документация, имеется положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время с подрядной организацией будет заключен контракт на выполнение работ.